Сажать или не сажать, вот в чем вопрос. На заседании областного правительства, посвященного итогам работы агропромышленного комплекса в текущем году, в центре внимания возрождения такой культуры, как лен. По словам Евгения Астафьева, в РИО директор областного департамента сельского хозяйства и продовольствия, это направление весьма перспективно. Этой культуре сейчас на уровне федерального правительства уделено очень серьезное внимание. Вот буквально два дня назад состоялась большая видеоконференция, которую вел первый заместитель министра сельского хозяйства. И запланировано выделение серьезной государственной поддержки на развитие, а вернее сказать, на возрождение льняного комплекса. В том числе и мы планируем принять участие в этой работе. Больших перспективах льна в нашем регионе аграрии пока не уверены. Слишком много вопросов возникает по этому поводу. Нужно очень глубоко погрузиться в эту тему на региональном уровне, может быть даже создать какую-то рабочую группу, чтобы понять, что сегодня эта программа инициируется текстильщиками. Текстильщикам нужен длинный лен. Длинный лен – это 10% растений. То есть 90% растений мы будем выбрасывать, из которых еще 20% или 25% – это будет короткий лен или пакля, которая тоже никому не нужна на сегодняшний день. И 60% растений – это костра, которая тоже никому не нужна. Эта культура будет эффективна только тогда, когда появится возможность использовать ее по максимуму. Например, из короткого льна делать целлюлозу, чтобы получились хорошие вискозные нити. Это очень перспективное направление, но на сегодня оно развито только в Китае и в Японии, и в России оно вообще не… Во всяком случае, я источников пока не нашел в нашей науке. Поэтому, если говорить о том, что федералы сейчас говорят, давайте засевайте 10 тысяч гектаров льном, да пожалуйста, мы засеем, и мы уберем его, и скрутим в рулон, и уберем на хранение, а дальше что? Кто у нас возьмет, кроме 10%, которые инициируются текстильщиками? Текстильщики эти 10% возьмут, но это получится такой дорогой продукт, который ни в какую конкуренцию с хлопком не вступит. В ходе заседания было решено создать рабочую группу, которая займется детальной проработкой вопроса. К обсуждению планируется привлечь потенциальных покупателей. Нам действительно надо самим разобраться. Дело не столько даже в федеральной программе, сколько нам самим нужно понимать всю цепочку. Я понимаю, о чем вы говорите, и действительно, что мы будем делать с 90% льна, который вырастет. Станислав Воскресенский пообещал, что будет уделять особое внимание агропромышленному комплексу. По его мнению, аграрный потенциал области используется не полностью. Прежде всего, мы должны бороться за каждую копейку федеральных денег, просто вгрызаться. Я не зря сказал, что там по Нечерноземью сейчас появляется строчка. Должны об этом всем знать на опережение, уже первыми дежурить у кабинетов. Тех кабинетов, где эти решения принимаются. Станислав Воскресенский призвал членов правительства разработать план первоочередных действий в сфере сельского хозяйства и незамедлительно действовать. Хотя с теми же федеральными деньгами, по словам сельхозпроизводителей, не все так просто. Получить компенсацию за уже реализованный инвестиционный проект получается не с первого раза. Мы его третий раз уже подаем на капексы федеральные. Два раза нас оттуда благополучно послали. И вот сейчас говорят, что в ноябре будет третья попытка подачи. В принципе, федералы достаточно жестко относятся к документам. Любая ошибка, и ты проходишь мимо компенсации. Это я вот уже на себе испытал. Даже при моем ресурсе не так-то просто податься на федеральные деньги. Станислав Воскресенский сообщил на заседании важную для предпринимателя информацию. Налог на движимое имущество, который вводится со следующего года, предпринимателей нашего региона не коснется. Соответствующий законопроект скоро направят в Ивановскую областную думу. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.